В Воложском завершилась акция «Адрес Победы». В течение недели активисты общественных организаций, студенты и школьники персонально на дому поздравляли ветерана Великой Отечественной войны. Вместе с добровольцами в гостях у одного из фронтовиков Петра Самойловича Рябикина побывала и наша съемочная группа. Слово Екатерине Караваевой. Хотели бы вас поздравить с 9 мая, поблагодарить вас за победу, за то, что вы нас избавили от войны. Спасибо вам большое. За то, что мы живем. Петр Самойлович Рябикин оказался на войне, что называется, с первых дней. 14-летним мальчишкой он работал на трудовом фронте. Затем подвозил солдатам на линию военных действий снаряды и боеприпасы. А в ноябре 1944-го Петр Самойлович сам взял в руки оружие. Его призвали в армию. В Новочеркасске в запасном стрелковом полконе служил телеграфистом. Рябикин прошел Дальний Восток, Японию. Победу фронтовик встретил в Сеуле. И на протяжении этого долгого пути Петр Самойлович выполнял важное и ответственное дело. Я был радиотелеграфист первого класса. Я работал на машине. Вернее, я обслуживал. На больших мощностях. Вот армейская машина. РАВ. Значит, я обслуживал порт Артур. Порт Дальний. Петр Самойлович стал одним из участников акции «Адрес Победы». Ветерану вручили в том числе и символ Победы – Георгиевскую ленту. К сожалению, отметили организаторы, в последнее время желто-черная полоска превратилась в своего рода модный аксессуар. Ее привязывают к сумкам и на автомобиле, одевают вместо шнурков и даже украшают ими ошейники собак. А между тем, у этого символа дыма и пламени войны есть особое правило для ношения. Ее правильно прицеплять с левой стороны, ближе к сердцу, так как с этой стороны носят ордена и награды. В течение недели сотрудники одного из молодежных центров Волжского и их воспитанники поздравляли ветеранов с Днем Победы, дарили цветы и говорили слова благодарности. Такое адресное посещение фронтовиков становится все более актуальным. Ведь многим участникам войны в силу возраста и по состоянию здоровья сложно даже просто выйти на улицу. Участие в различных парадах, украшение машин георгиевскими лентами. Безусловно, это очень важно отметить свою принадлежность к нашей великой истории. Однако, рядом с нами живут те люди, которые творили эту победу. И именно они нуждаются сегодня в простом внимании и поддержке. И она нужна им не только в празднике, но и каждый день. Всего за время проведения акции «Адрес Победы» организаторам удалось поздравить более 250 ветеранов Великой Отечественной, проживающих в Волжском. Участие в акции «Адрес Победы» – дело добровольное, говорят организаторы. И надеются, что в будущем году желающих поздравить тех, кто ковал для нас Великую Победу, будет больше. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».